Крупный дрозд, в длину достигающий 26 см, весит 80-125 граммов. Самцы полностью окрашены в черный цвет, с желто-оранжевым клювом и с кольцом вокруг глаз. Молодые птицы и самки бурого цвета с темным хвостом, светлыми горлом и брюшком. Летом предпочитает селиться в хвойных, смешанных или лиственных лесах с хорошим подлеском и сыроватой почвой, лесных оврагах, а также заросших садах и парках. Гнездо птицы чешообразной формы. Гнезда могут располагаться на высоте 8 метров, на елях, соснах, березах, липах, но также могут находиться и очень низко, например, на молодых елочках, пнях и даже на земле, среди корней старых больших деревьев. Самка откладывает яйца во второй половине мая, начинает насиживать их в конце мая. Птенцы появляются к середине июня. Вторая кладка бывает очень редко. Птенцы из второй кладки обычно покидают гнездо в июле, иногда в начале августа. В кладке, как правило, находятся от 4 до 7 бледных яиц голубовато-зеленой окраски с буровато-фиолетовыми или буроватыми пятнами и мазками. Раньше этот вид жил только в лесу, примерно 200 лет назад переместился в городские парки и сады. В южных городах Европы живет оседла, вместе с человеком, может свить гнездо в садовом ведре, ненадолго оставленном без присмотра. Черный дрозд, всеядная птица, питается различными насекомыми, земляными червями, семенами и ягодами. Когда птица ищет пищу на земле среди темного лесного подлеска, она малозаметна. На земле дрозды отыскивают пищу, передвигаясь подпрыгивая и в то же время держа приподнятым хвост. Временами останавливаются, чтобы изведать почву, также рыскают у подножий кустарников. Спасибо за просмотр, если видео было вам полезно поддержите канал и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео.